Дорогие телезрители, сегодня 13 декабря и свои именины отмечают православные христиане, нареченные в честь святых Андрея и Иоанна. Пусть мир и Божие благословения пребывают с вами, дорогие именинники. Я желаю вам радости и помощи Божьей в благих делах и добрых начинаниях. Сегодня Православная Церковь совершает память святого апостола Андрея Первозванного. Святой апостол Андрей Первозванный первым из апостолов последовал за Христом, а затем привел к нему своего родного брата, святого апостола Петра. С юности будущий апостол, который был родом из Вифсаиды, всей душой обратился к Богу. Он не вступил в брак и вместе со своим братом занимался рыболовством. Когда над Израилем прогремел глаз святого пророка Претечи и Крестителя Господня Иоанна, святой Андрей стал его ближайшим учеником. Святой Иоанн Креститель сам направил двух своих учеников, будущих апостолов Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, ко Христу, указав, что он есть Агнец Божий. После сошествия Святого Духа на апостолов, святой Андрей отправился с проповедью Слова Божия в восточные страны. Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым при Черноморье и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь город Киев. Здесь он останавливался у киевских гор на ночлег. Встав утром, он сказал бывшим с ним ученикам, «Видите ли горы? На этих горах воссияет благодать Божия. Будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей». Апостол поднялся на горы, благословил их, водрузил крест. Помолившись, он поднялся еще выше под Днепру и дошел до поселений Славян, где был основан Новгород. Отсюда апостол прошел через земли варягов в Рим для проповеди и вновь вернулся в Афракию, где в небольшом селении Византии, будущем могучем Константинополе, основал христианскую церковь. Святого апостола Андрея связывает мать церковь константинопольскую с ее дочерью, русской церковью. На своем пути первозванный апостол претерпел много печалей и мук от язычников. Его изгоняли из городов, избивали. В Синопе его побили камнями, но оставшись невредимым. Верный ученик Христов неустанно нес людям проповедь о Спасителе. По молитвам апостола Господь совершал многие чудеса. Трудами святого апостола Андрея возникали христианские церкви, которым он ставил епископов и священства. Последним городом, куда пришел первозванный апостол Андрей и где ему суждено было принять мутническую кончину, был город Патре. Многие чудеса Господь явил через ученика своего в городе Патре. Недужные исцелялись, слепые прозревали. По молитве апостола выздоровел тяжело больной сосей, знатный горожанин. Наложением апостольских рук исцелялись Максимила, жена правителя Патрского, и его брат. Совершенные апостолом чудеса и его пламенное слово просветили истинной верой почти всех граждан города Патра. Немного оставалось язычников Патра. Среди них был правитель города Эгиат. Апостол Андрей не раз обращался к нему со словами благовестия. Но даже чудеса апостола не вразумляли Эгиата. Святой апостол с любовью и смирением взывал к его душе, стремясь открыть ему христианскую тайну вечной жизни. Чудотворную силу Святого Креста Господня. И разгневанный Эгиат прикасал распять апостола. Язычник думал опорочить проповедь Святого Андрея, если предаст его смерти на кресте, который прославлял апостол. С радостью приняв святой Андрей первозванное решение правителя и с молитвой ко Господу, сам взошел на место казни. Чтобы продлить мучения апостола, Эгиат приказал не прибивать руки и ноги святого, а привязать их ко кресту. Два дня апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан. Люди, слушавшие его, всей душой сострадали ему и потребовали снять Святого Апостола с креста. Испугавшись народного возмущения, Эгиат приказал прекратить казнь. Но Святой Апостол стал молиться, чтобы Господь удостоил его крестной смерти. Как не пытались воины снять апостола Андрея, руки им не повиновались. Распитый апостол, воздав Богу хвалу, произнес, «Господи Иисусе Христе, приими дух мой». Тогда яркое сияние Божественного Света осветило крест и распятого на нем мученика. Когда сияние исчезло, Святой Апостол Андрей Первозванный уже предал свою Святую Душу Господу. Максимила, жена правителя, снятая со крестотела апостола, с честью погребла его несколько столетий спустя при императоре Константине Великом. Мощи Святого Апостола Андрея были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме Святых Апостолов рядом с мощами Святого Евангелиста Луки и ученика Апостола Павла, Апостола Тимофея. Дорогие братья и сестры, пусть мир и Божье благословение пребывает с вами. Дорогие братья и сестры, пусть мир и Божье благословение пребывает с вами.